Короче, пацан Трэм, потрясающая переписка с Криосаном. Он мне написал, зачитываю, что написал Криосан. Говорит, привет, я не ставлю блокировок, возможно, Ютуб автоматом это делает. Напиши, куда бан пришёл. Я попрошу партнёрку, чтобы твои каналы добавили в белый список, и больше никогда не было проблем. Мне друг сказал, что у тебя проблемы, и я сейчас специально для этого установил... Анонимайзер! ...чтобы зайти в СКОИ ВК и тут найти тебя. Так вот, ВК в Украине заблокирован, и я тут уже давно не бываю. Он вот это вот написал, то, что в ВК... Он, ну, я, я поищу, вы представляете, Криосан ради меня установил анонимайзер, вот, нарушил законы Украины. Ради меня он вот это вот сделал, и я ему написал, может быть, тогда в Телеграме спишемся, но он уже не прочитал, потому что он, ну, анонимайзер, видимо, перестал работать или ещё что-то. Мне теперь ждать? Ну, я его Телеграм попросил, мы, наверное, будем с ним в Телеграме переписываться. Но я так польщён, представляете, что Криосан ради меня, ради меня, блядь, это сделал. Зашёл ВКонтакте, хоть он туда и не заходит, он зашёл ради меня ВКонтакте. Вы представляете, блядь, насколько я лучший, я почти лучший друг Криосана. Так вот, я сижу у своего психолога в этот момент, когда мне написал Криосан, я сижу у своего психолога, и я вот так вот беру телефон и говорю, ЕБАТЬ! И психолог говорит, что случилось? Я говорю, вы знаете, кто такой Криосан? Ну, я думаю, она сейчас скажет, ебать, конечно, я знаю, кто такой Криосан, блядь. А я скажу, ты посмотри, я с ним переписываюсь, блядь, он мне ответил. Вот, я подумал то, что я вот так вот психологу скажу, да, ну, чтобы она поняла, ну, насколько я крутой. Вот, и скажет, ебать, нихуя себе, пятёрка, блядь. Вот это да. Ну, конечно, она меня называет пятёркой на сеансах. Вот, но она говорит, я не знаю, кто такой Криосан, и, к сожалению, я не смог понтануться. Я потом пошёл к маме и говорю, мам, знаешь, кто такой Криосан? Думаю, ну, маме понтанусь. Она тоже, к сожалению, не знает. Вот, ну, вскоре узнает, конечно, вскоре узнает. Все узнают в мире, кто такой Криосан. Вот, и нормально. Короче, пацаны, что-то было сегодня у психолога. Знаете, что я сегодня узнал у психолога? То, что весь мир не подконтролен мне. Ахуеть, блядь. Ну, как бы, это немного дало ответы на мои вопросы, но меня этот ответ не устраивает. Я бы хотел, чтобы был весь мир подконтролен мне. А ещё психолог начал со мной общаться на языке сарказма, и мне порой кринжово. Вот, она иногда берёт и мои же слова в абсолют возводит. Вот, и в меня же ими кидается, и мне, ну, не всегда приятно становится, но эффект имеет. Но в последнее время, типа, ничего особо жёсткого, интересного не происходит. Кроме того, что я ей вот сегодня говорю, блядь, зацените майки. Я вот так вот беру, начинаю раздеваться. Она говорит, зачем вы раздеваетесь? И сейчас, вот, говорю, зацените, какая майка классная. А я был вот в этой вот майочке. Вот в этой майочке. Она говорит, нихуя себе, мистер Ека узнала. Ха-ха-ха, на самом деле, нихуя она, конечно, не узнала мистера Еку. Вот, я ей показал все мои очки, говорю, слушайте, не хотите ли я вам, ну, типа, могу вам подарить, какая вам понравилась майка, да? Вот, она говорит, а я не могу у вас принимать подарки. А я такой, типа, купите, блядь, у меня майку, ещё лучше, давайте я вам не подарю, давайте вы мне майку купите. Она говорит, а я даже покупать не могу у вас майки, прикиньте. Короче, она ни в каких, ну, вот кодекс, ни в каких взаимоотношениях она со мной не должна состоять, кроме таких, что я ей даю деньги. Очень охуенно быть психологом, я вам скажу. Я говорю, ну, у нас же с вами как бы дружеские отношения, она говорит, нет, у нас с вами не дружеские отношения, вы мне платите деньги. Я такой, охуенно вы меня сейчас продинамили, она говорит, да, я вот умею, могу, практикую. Короче, психологом, я так понял, быть охуенно. По сути, психолог это друг за деньги, блядь, охуенно, блядь, реально топ, заебись, очень круто. Да, психолог, я хочу быть психологом. Оказывается, не обязательно там фармить что-то, ну, какое-то образование прям большое, можно на курсы пойти, курсы, ну, не прям там, не 4 года заниматься, не профессиональное образование, можно сходить на курсы, там, типа, 3-6 месяцев отучиться и фармить себе клиентскую базу. Клиентская база фармиться тяжело, потому что ты не можешь обслуживать друзей своих, ну, типа, как это работает? Допустим, там, парикмахер, да, блядь, барбер. Вот я сходил в барбершоп, вот, и потом своим друзьям говорю, типа, ебать, зацените, какую у меня прическу сделали, сходите к моему барберу, да, вот так вот это работает. Но, это психологами так не работает, потому что психолог не имеет права обслуживать твоих друзей, и поэтому это как-то хуёво работает. Знаете, как это работает у психологов? Одни психологи рекомендуют психологам других психологов, вот, вот так вот это происходит. Случилась невероятная вещь, я искал эту шапку на протяжении месяцев трёх. Я хотел её, такую шапку у Руслана Усачева купить, такая охуенная шапка, мне так нравится. Можно вот так вот натянуть, чтобы вообще волос не было видно, можно наоборот чуть-чуть с волосами. Она, блядь, я не знаю, ну вот как бы ты волосы не сделал, надеваешь эту шапку и выглядит охуенно. Вот, такая топовая шапка, короче, я теперь в ней буду стримить. Ну, зацените, блядь, я сразу, ну, чисто я, Майнкрафтер, Майнкрафтер, да, Майнкрафтер. Чел готовый в ёбы ждать. Майнкрафтер. Готов в ёбыч? Заценить, охуеть, мне кажется, топ-шапка. Зашли мы в магазин, выбрать Марине подарок. И я такой, Сонечка, а может быть Марине, ну, подарим такую одежду, одежду такую, ну, ночную одежду для Шрекса. Знаете, чтоб она подошла такая к Заквиэлю. Пиздец, блядь. Ну, короче, по центру мы такие повыбирали. Соня говорит, ну, у Марины тело, как у меня, давай вот, смотри, вот такую вот ночнушечку взяли на такую, чтобы вся просвечивалась. Как бы, знаете, как бы есть одежда, но как бы нет одежды, чтобы, ну, такая загадка была. И вот Марина подойдет к Заку и такая, а Зак такой, хо-хо-хо, ебать. Вот, и я думал такое, потом я посмотрел на ценник и подумал то, что Шрекс Заквиэля для меня слишком дорого стоит, блядь. Вот, поэтому Марина без Шрекса, блядь, в этом году ты обойдешься. Вот, не приобрели мне мы, Марине, вот этот вот костюм для Шрекса. Но Соня увидела эти костюмы в магазине костюмов для Шрекса. Соня увидела и захотела себе, блядь, костюм для Шрекса. Я еле съехал с этой темой. Я только зашел в ВКонтакте, скриню пятерку каждый день паблик, уже меня заскриню. Вот, козел, блядь, какие мы охуенные подарки Костику Смерчу придумали. Сука, самые топовые подарки, реально. Вот, ну я бы вам бы рассказал, но вы сразу пойдете и ему расскажете, поэтому я бы, ну, блядь, я бы сам себе бы такой подарок хотел, который подарю Костику Смерчу. Ну, вы, скорее всего, узнаете. Вот, я сниму обязательно вам, или он у себя выложит, или я вам сниму. В этом году, короче, ничего... А, нет, обманул. Я хотел сказать ничего связанного с Шрексом. Нет, блядь. Да ладно, нормально, я вам потом... Сука, я такой троллинг, блядь, придумал. Короче, там несколько подарков. Не, я не буду, сука, но я не могу себя сдерживать, я ж болтливая тварь. Не, 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 я просто не скажу. Я не скажу ничего, блядь, я буду молчать.